День народного единства Будет проходить в режиме онлайн Работники домов культуры Песченокопского района Приготовили для всех праздничные видеоконцерты Яркие номера, национальные костюмы Песни танцев и народов, проживающих на территории всей Ростовской области Впереди нас ждет замечательный праздник Который уже на протяжении 21 года В этом году, 21 год в нашей стране празднуется, отмечается Мы всегда широко отмечали этот праздничный день Все мероприятия в этот период у нас проходят в онлайн режиме Но, конечно же, мы не остаемся в стороне И все учреждения культуры к этому мероприятию активно готовятся Мы предложим всем жителям нашего района И самым маленьким, и взрослым, и большим Разные варианты мероприятий Это и онлайн концерты, и онлайн викторины, и онлайн квесты И различные челленджи Мне бы очень хотелось в этот праздник единения Чтобы объединились семьи, которые будут находиться в этот период дома Чтобы могли посмотреть наши мероприятия, концертные программы Но и поучаствовать в конкурсах, где они могут заработать грамоты, сертификаты Ну и оценить свои возможности А также найти занятия в эти длительные праздничные дни В рамках празднования Дня народного единства С 1 по 7 ноября проводятся несколько всероссийских челленджей Один из них называется «Калинка-малинка» В нем необходимо записать эту песню на родном языке Работники районного дворца культуры юбилейной Подобрали оригинальную аранжировку и включили в номер хоровод Михаил Игнатенко, Евгений Трачук Специально для программы «Время местное» Прочно и безопасно В Донецке завершился ремонт подвесного моста Который соединяет два шахтерских поселка Наш корреспондент прошелся по новой переправе В Донецке завершился ремонт подвесного моста Который расположен между двумя шахтерскими поселками Ежедневно по нему проходит в обе стороны много людей А в обеих поселках проживает около 10 тысяч человек За годы с момента возведения мост обветшал Потребовалась замена деревянного настила и укрепление конструкций До ремонта боковые ограждения, их практически не было, дыры, досок не было То есть провалиться или упасть с моста было очень легко и просто на самом деле Тут не то что дети, тут взрослые боялись ходить Это было, а сейчас мы рады за безопасность наших детей Работы по ремонту велись более месяца Активисты подготовили проект с идеей по обустройству моста И направили на всероссийский конкурс социально значимых проектов Этот проект вместе с 20 другими городами из Ростовской области Вошел в число лучших, что позволило получить средства на реализацию Он был просто нужен, этот мост Это как это, столько пока строили мост, столько благодарности Мы уже услышали свой адрес Ну это надо только аплодировать, честное слово Постепенно появилось новое покрытие Работы велись согласно установленным графикам Несмотря на сложности, которые возникали во время ремонта В конце октября жители поселка Западный пошли по обновленному мосту Сегодня это для нас очень актуальное выполнение работ Поэтому объемы работ были очень качественно выполнены подрядной организацией Я очень благодарна, которые и быстро, и качественно смогли все это выполнить Данные работы помогли решить очень существенный вопрос Пользование подвесным мостом позволяет сократить время пути для людей Поэтому его безопасность является важной задачей Алексей Масленников специально для программы «Время местное» Придет весна и улыбнется мир цветами Жители Матвеева Кургана провели субботник Во время которого посадили 900 кустов роз Глава администрации Матвеева Курганского сельского поселения Галина Викторовна Щиткова рассказала нам о том Какой мы совсем скоро увидим эту красоту Сегодня мы проводим высадку роз, 900 роз В нашем сквере, который мы построили по программе Благоустройство городской среды И завершается строительство, фактически выполнено 99% Идет дело к завершению Мы решили наш сквер украсить, провести субботник такой вот И высадить 900 роз, чтобы наш сквер был весь в зелени Красивым, ухоженным и радовал глаз и душу нашего населения Мы с удовольствием походили полюбовались ухоженными клумбами Новенькими дорожками и лавочками, освещением и будущими аттракционами В сквере действительно очень красиво и даже, несмотря на осеннюю промозглость, уютно Будем надеяться, что он станет одним из любимых мест отдыха гостей и жителей Матвеева Курганского района Белая трость как напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которые нуждаются в помощи Но, несмотря на трудности, незрячие и слабовидящие могут преуспевать в самых разных профессиях Смотрите в материале из Новошахтинска Организация Всероссийского общества слепых в городе Новошахтинске Насчитывает 390 человек с частичной или полной потерей зрения Наши инвалиды, они люди маломобильные И наша задача им помогать во всем Люди с потерей зрения невероятно активные, творческие и позитивные Они занимаются художественной самодеятельностью, театральным искусством в коллективе «Многоточие», Играют в спектаклях и участвуют в театральных конкурсах, занимая призовые места Декоративно-прикладное искусство также по силам этим удивительным людям Но помимо творческой направленности, любой человек желает чувствовать свою значимость в обществе И приносить ему пользу, а то есть трудиться Мы очень поддерживаем работу трёх наших предприятий Всероссийского общества слепых Одно из них – это Батайское производственное объединение «Электросвет», Филиал которого находится в городе Новошахтинске Ещё в послевоенные годы было организовано предприятие, на котором трудились люди с частичной или полной потерей зрения В 2015 году предприятие остановило свою работу И только в 2019 году с приходом нового руководителя предприятие вновь заработало На сегодняшний день трудоустроено 20 человек, из них 15 имеют инвалидность Мы являемся надёжным поставщиком для завода «Сельмаш», то есть претензий по качеству у них нет Люди незрячие нуждаются в помощи и социальных поддержках, как и предприятия, на котором трудится большая половина таких людей Мы пришли к тому, что нашим предприятиям без помощи государства выжить практически нереально Мы бы хотели, чтобы мы были не обузой, а чтобы мы были партнёрами у действующей власти Чтобы мы могли всегда рассчитывать на неё, как настоящий партнёр, как настоящие товарищи И чтобы она всегда и во всём могла рассчитывать на нас Женщина, мать Все, кто приступает к порог школы-посёлка Новозарянский имени Анны Осиповны Хорошевской Останавливаются возле скульптурной композиции, которая посвящена её подвигу В годы Великой Отечественной войны она обогрела своим теплом 12 детей-сирот Слово нашим коллегам из Октябрьского района Трудная судьба выпала на плечи Анны Осиповны Муж и сын погибли на фронте Но это горе не сломило её Всю свою любовь и заботу она обратила на осиротевших детей Это была её война Её вклад в победу Спасти и выходить маленьких истощённых детей В память о замечательном человеке, женщине-матере По инициативе главы поселения Карагина Лавида Киевановны С мощной поддержкой Евгения Петровича Луганцева Было принято решение о присвоении школы номер 5 посёлка Новозырянска имени Хорошевской Анны Осиповны Глядя вот на этот барельеф, мы можем сказать, что вот этот холодный камень Он передаёт всё-таки, наверное, ту силу материнской любви, которая была у Анны Осиповны к детям Школьники бережно ухаживают за могилой Анны Осиповны Хорошевской На поселковом кладбище Это и есть живой урок мужества и патриотизма Память её подвига будет вечно жива в наших сердцах Ухаживая за местом захоронения наших близких и предков Мы тем самым воспитываем в подрастающем поколении Не только любовь к отеческим гробам, но и сохраняем историческую память За более чем 80 лет школа номер 5 несколько раз меняла не только свой статус, но и внешний вид Из каждой из таких историй о жизни и подвигах героев-земляков складывается история нашего родного края Ведь историю творили такие же люди из небольших сёл, хуторов и посёлков И чтобы это понять, нужно эту историю знать Ольга Полумиенко, Сюзанна Петросянц, телекомпания «Ведиатон ТВ» Специально для программы «Время. Местное» Вертушка Кочерга Туше Секция греко-римской борьбы работает в Сальском спорткомплексе Галина Соколова и Артём Мирошников побывали на тренировке Занятия греко-римской борьбой развивают силу, выносливость, координацию движений, закаляют характер Принимают в секцию с 7 лет Без медицинской справки дорога сюда закрыта Кириллу Иванисову 16, десятиклассник из гиганта, три раза в неделю тренируется в клубе имени Ангелия И ещё два раза ездит в Сальский спорткомплекс Кирилл неоднократный победитель областных соревнований, бронзовый призёр Южного федерального округа, стаж занятий борьбой 8 лет Мне нравится этот вид спорта, я за ним слежу очень часто И, ну не знаю, это то, что мне нравится делать В конце недели мы с ним поедем в училище Олимпийского резерва на спарринге Я их туда вожу, чтобы они набирались опыта, боролись там Поборется в Ростове Ирасул Мурадов, ему 14, начинал с дзюдо, перешёл на бокс Когда на ютюбе посмотрел видео борьбы, решил пойти к Димитрову Единственный тяжеловес в команде на первенстве области занял первое место Я думаю, мне надо мышечную массу довести до идеала и, ну, короче, качаться, чтобы больше было физической силы Артёму Трегубову 8, спортом занимается с 6 лет В секцию борьбы записался не так давно Дебютировал в «Гиганте» на соревнованиях, посвящённых 60-летию спортивного клуба, занял второе место Серебро взял 7-летний Дмитрий Худоконенко Расслабиться юным спортсменам не дадут Скоро турнир, посвящённый дню в полиции Соберём команды, думаю, чтобы ребята наборолись, поборолись Постараемся все годы совместить, чтобы малыши поборолись Ребята постарше поедут на республиканский турнир в Калмыкию У лидера сборной Кирилла Иванисова после Нового года первенство области Галина Соколова, Артём Мирошников, специально для программы «Время местное» Всем понятно! На сегодня это всё. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе Встретимся на следующей неделе на этом же месте, в это же время «Время местное» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова